Холода не страшны. Тамара Шармет более 30 лет живет в частном доме. Для отопления женщина использует паровое из-за минимальных потерь тепла. В городе Тубсбыти на зиму закупает 3 тонны брикета. Машины топлива хозяйке обходятся почти в 90 рублей. Когда заказываешь брикет, они спрашивают, когда мне удобнее, чтобы они привезли. Говоришь число, в это число они и привозят. Если что-то там у них нету доставки, они значит созвонят и предупреждают. Готовься они летом. Цены на топливо остались на уровне прошлого года. Клуб древесины 9 рублей 53 копейки. Тонна торфабрикета более 29. Горой Тубсбыт обслуживает Бобруйск, Осипович, Иглуск и районы. Сейчас идет самый пик заявок. Дрова мы получаем от четырех поставщиков. Наш Бобруйский лесхоз, Быховский лесхоз, Осиповичский и Иглузский. Брикет у нас единственно изменился один поставщик. А как работали до этого? Со Старобинским торфабрикетным заводом, с Днепровским, с Березино. Горой Тубсбыт уже обеспечил более 80% годового плана от реализации дров и порядка 50% от брикета. В числе услуг не только доставка к дому, но и распил бревен. Причем разделывают их по запросу от 25 до 50 сантиметров. С момента заключения договора до поставки клиенту проходит до 10 рабочих дней. У нас работает три водителя. У каждого водителя где-то по 10-12 рейсов в день. То есть, человек 30 в день мы снабжаем топливом. То есть, это в том же числе брикет и дрова. С тем временем идет подготовка систем отопления и многоэтажках. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства заявили, все должно быть готово до 1 октября. При этом, тепло в батареях дадут в зависимости от погоды. По прогнозу синоптиков, с каждым днем будет становиться все холоднее. Уже в четверг ночью ожидается до плюс двух. При этом днем до 24 со знаком плюс. Дожди начнутся с 30 сентября.